здравия желаю уважаемые слушатели курса у нас 16 занятия сегодня продолжаются сортировки квадратичные сортировки сегодня но в прошлый раз я рассказывал про сортировку обезьяны но не было ее реализации дело в том что реализовать и на c++ достаточно заморочно вот можно показать ее реализацию на питончике вот и я хотел бы начать именно с этого сортировка обезьяна чем прикольно тем что она тем что она совсем не квадратичная и не кубическая на хуже сортировки дурака давайте посмотрим на ее реализацию она очень очень простая и так значит для этого мне надо мне надо ли этого сейчас одна секундочку так питончик во первых значит я делаю функцию которая будет называться сортирующую функцию нам сушить я мог бы и не делать сортирующую функцию я хочу чтобы это было именно так вот соответственно дэв соответственно monkey сорт она будет сортировать список а но я предполагаю что список целых чисел или чего-то еще что можно сортировать дальше для того чтобы осуществлять сортировку на обезьяна мне необходимо уметь перетасовывать да то есть делать по-английски шафу на шаху я могу взять из модуля рэндом соответственно from рэндом да я могу и за импортить этот самый шафу и при помощи этого перетасовывания буду шафлить этот самый массив а на то есть я буду запускать вот такое вот действие шафу и да но я буду делать это не один раз до тех пор пока массив не окажется отсортирован как я проверю что он отсортирован вы знаете вот на чтобы конечно это можно делать за линейное время попарно пробежать сравнить их да вот но если честно я сейчас сделаю вообще примитивно это не испортит асимптотики совершенно поэтому я сделаю так я скажу пока отсортированный а да не окажется равным а простите мне пожалуйста да сама проверка отсортированности она у меня сейчас реализована вот так вот вот ну может быть есть какой-то способ прям быстро можно им какой-то способ попроще придумать да если у меня есть какой-нибудь там список да но как мне его проверить отсортированным или нет как ну если честно я не знаю вот были был бы какой-то там способ ордера или чем-нибудь еще подобное я вот я сходу не могу быстро придумать неважно сейчас не в этом дело да поэтому я воспользуюсь вот таким дурацким способом его по сути стандартная сортировка здесь отсортировать прошла не отсортирован ли ты случайно все вот и трясем что называется пока не отсортировался трясти что я сейчас делаю я распечатаю в качестве отладочной печати до такого дебага да отладочной печати распечатаю собственно массив а да но чтобы увидеть что с ним там происходит и так я запускаю этот на делу какой-нибудь массив да давайте его с клавиатуру то что ли не знаю можно на самом ли он и генерировать случайно из того же модуля рэндом но слушайте давайте я буду брать клавиатуры я тентую каждое слово для слова в введенной строке разбитый по словам все ну и я говорю давай отсортирую пожалуйста мне его массива но потом его распечатаем это уже не отладочная печать поэтому я его ну вот я сделал здесь с раскрытием там сепаратором ну чтобы она немножко хотя бы отличался у меня от того что там было все окей значит в результате вот эта штуковина является сортировка обезьяна точнее сортировка обезьяна она вот вот она это принт там даже лишний одни один цикл но на самом деле вот это перетасовывание она реализуется не очень просто вот так ну короче не так важно даже куда мы это дело сохраним хотя знаете я наверно к нам сохраню это дело сейчас где мы живем обычно вот тут мы живем значит и у вас он у нас 16 соответственно monkey окей все поехали а и так вот я ввожу какой-то массив на самом деле если мы на обезьяне дадим уже отсортированный массив до если я ей дам что-то вот ну вот что то вот вот такое дату она сразу проверить и сразу что она в первую очередь приносит хозяину говорит но как там чё это нормально все то есть этом смысле она работает также как сортировка дурака настолько же прекрасно проверила отсортирована все замечательно вот но это на идеальном случае когда и сортировать то собственно не надо да ничего исправлять не надо итак давайте попробуем какой-нибудь случай всего лишь там не знаю там несколько элементов да например 321 вот я 321 всего этих самых вау круто чпунька и она сортировала да а давайте еще раз давайте еще раз 321 ух ты шелки-палки да не может быть как же так прям я не не верю глазам своим как такое может быть что два раза мне так повезло дело в том что не должно было вот не должно так вести вот поэтому давайте еще раз чем-нибудь попробуем и слушать я для того чтобы так не везло вот так сильно я всего лишь сделаю массив чуть-чуть запутаны 1324 мне достаточно одну путаницу внести чтоб сейчас увидеть много веселого и так что я вижу два раза повезло обезьяне да и она за одну перестановку у его уже отсортировала а тут ей дал вот собственно один два три четыре да и она вот раз тряхнула лучшая первый вариант не отсортированный до трясем не сортировался об сортировался ведь каждый раз как отсортирован нет и и снова и снова и снова то есть никакого накопления порядка вообще нет просто нет никакого накопления порядка а она вот это самое подкидывает подкидывает случайно до случайно а небось мне повезет а небось повезет и в какой-то момент повезло и она отсортировалась понятно все вот так вот при некоторой модификации этой программы мы можем добавить луп каунтер я убираю отладочную печать и просто будем считать сколько у нас будет цикла в сортировке на даже не операции потому что шаффл это такая многоэтажная операция достаточно сложная как минимум линейная скорее может даже и больше до перетасовка вот соответственно так что еще и ну и возвращая сколько раз прокрутился вот этот цикл на вот ну и теперь можно его доставать и печатать вот если просто при помощи функциональной строки буду отладочно распечатать сколько раз это дело произойдет соответственно что я сейчас сделаю да я запущу его для какого-нибудь массив чека там длины 5 например 1 5 2 3 4 на немножко беспорядка количество итераций чтобы отсортировать 5 элемента отсортировала расставила их пожалуйста вот у меня массива да но количество операций 198 это не операции даже прошу прощения циклов 198 раз он тряс делал шаффл да а что если еще немного добавлю еще немного да давайте добавим и скажем ему что у меня шесть элементов 1 2 3 4 6 5 о я ну мне нужно их чуть-чуть перепутать иначе просто обезьяна сразу предъявит и скажет а вот отсортирован вот и он крутил крутил вертел отсортировал за 628 операций и вот по сравнению с предыдущим мы добавили один элемент единственный а количество вот этих циклов увеличилась во сколько раз ну порядка так шести ну да там может неровно да но вероятно случайно да бы как следующий раз будет другое число этих циклов да что еще давать давайте еще немножко да а давайте 7 элементов можно ли при помощи стартировки этой самой отсортировать 7 элементов сортировкой этого обезьяны смотрите-ка за за 10 тысяч слабо 10 тысяч операций чем элемент прям смит 5400 там что-то да и фишка что факториал семей это уже достаточно ну как сказать не маленькая штука то да каждый раз у нас количество операций возрастает все больше и больше да вот уже 5000 ну ну ей не повезло еще немножко да то есть ну так сяк так сяк да трясем 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 перетасовываем да как колоду карт его и вот не все не везет в какой-то момент опы повезло отсортировалась давайте попробуем отсортировать массив 8 9 10 да ну слушайте а давайте попробуем сразу массив длины 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 но чуть-чуть не хватает любая дурака пузырьком она за один проход это сделает да ну лен квадрат в худшем случае 100 операций можно уже это куковать слегка да вот если честно я не знаю дождемся ли мы вот компьютер не такой слабый шанс есть но длительность возросла по отношению к семьи до на 8 умножить на 10 умножить на 9 ну то есть если то было пол секунды да даже если одна десятая секунда но 10 умножить на 9 умножить на 8 это сколько у нас 8 и 9 72 720 раз в 720 раз слушайте ну даже если одна десятая секунда это больше минуты просто отсортировать 10 чисел она их трясет ну смысл сортировки обезьяны ровно в том чтобы показать как бывает если мы применяем алгоритм этот самый как он называется если мы пользуемся алгоритмом полного перебора полно переборным алгоритмом упа ура мы дождались вот оно шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч 11 циклов это даже не операции то есть на самом деле если считать операцию значит умножить на количество операций в сорта плюс шаффл ну ладно здесь линейная до шаффл тоже ну условно даже если линейно умножить еще на то есть порядка 65 миллионов там операции понятно короче дофига да вот естественно фишкой и ее в том что асимптотика сортировки этой обезьяна нарастает факториально то есть она улетает вверх со страшной скоростью и сортировка дурака по сравнению то есть вот она пропорционально n факториал сортировка дурака по сравнению с ней это детский сад какой то это всего лишь n в кубе да он нарастает слушайте но это вот пропорционально n в кубе ну слушайте опять же что значит n в кубе ведь еще раз да бывает разные бывают и удачные случаи у той же самой сортировки обезьяны в наилучшем случае она за ну как сказать за один цикл но правильнее все таки считать что там линейный потому что на проверку сортированность ему нужно да ну а даже она в наилучшем случае будет давать линейную асимптотику да ну кто ж вам даст уже отсортированную массив сортировать да разве можно в это верить все таки средний случай он где-то ну вот а там любая не отсортированность все и у нас вот может не может повезет может не повезет то есть на самом деле при конкретном значении n а вот мы берем конкретно значение н реальные случаи сортировки они разбросаны в некотором диапазоне и вот здесь вот я по оси откладываю количество операций или время выполнения да ну вот короче математики придумали такое обозначение о большое от чего-то это именно описание для наихудших случаев используется обычно да о большое от какой-то функции здесь у меня масштаб задачи ну в качестве масштаба задачи у меня сейчас выступает количество элементов которые надо отсортировать да квадратичные сортировки по сравнению с кубическими чем дальше к n тем они выгоднее потому что n квадрат он соответственно в n раз выгоднее чем n куб да если n равно 10 то в 10 раз соответственно если n равно там 20 то в 20 раз она выгоднее да она тоже было расстает но она нарастает намного мягче намного мягче до если н равно 30 то она уже в 30 раз да то есть уже там вот она она короче еще раз да она нарастает n квадрат растет, но он растет, да и тоже он нарастает, то есть он вот растет, я может зря вот такую производную выдаю, да, но он мягче нарастает. Понятно? Есть ли способ сортировать быстрее? Есть ли возможность, да, сделать так, чтобы количество требуемых операций, оно, ну понятно, чем больше чисел надо сортировать, тем лучше будет расти. Видите, что-то мягенькое такое, вяло растущее. В самом идеале уровня количества этих самых операций, необходимых для проверки. То есть линейная асимптотика пропорциональна просто количеству операций, причем в наихудшем случае. Но это давайте такой вопрос как бы подвесим, да, можно ли сортировать со скоростью просто количества элементов. Слушайте, я немножко перенесу, чтобы мне не отодвигаться, так это, да, пропорционально n просто. Еще раз, я делаю специально немножко упрощенный взгляд, но я вам в принципе-то объясняю, что как бы наилучший случай, он может быть и ниже, да, по вот скорости. Поэтому это как бы покрывающая функция для наихудших случаев при различных масштабах задачки. n – это масштаб задачки, это количество операций. Вот эта штука называется асимптотика. И, собственно, еще раз говорю, алгоритмы сортировки хороши тем, что они позволяют эти асимптотики как бы отработать. И посмотреть на разные конкретные частные случаи. Значит, сегодня мы с вами работаем с еще двумя универсальными сортировками. Это квадратичные сортировки. То есть они применимы, универсальность, значит, они применимы в любых элементах, которые только можно сравнивать друг с другом. Никаких дополнительных условий на них не накладывают. Вот. Кроме сравнимости, соответственно, и orderability, да, то есть orderability, скажем так, да, упорядочиваемости принципиальной. Ну и они будут относиться к вот этому классу сортировок. То есть, ну, на самом деле ничего, неплохие, хорошие. Так. Ну что. Представьте себе, что у меня был бы n факториал компьютеров для n элементов, которые надо отсортировать. Каждый из этих компьютеров, да, берет, делает свою перестановку, просто проверяет ее факт того, что она отсортирована или нет, да, и докладывает, да, то есть супер-мега параллельность вот такая, с мгновенной доставкой данных до этих n факториал процессоров, да. Ну вот такой штуковиной называется, на самом деле, недетерминированная машина Тьюринга. Ну вот, и можно сказать так, что, ну, недетерминированная машина Тьюринга, да, она может отсортировать за линейное время. Вот. Ну, квантовый компьютер в каком-то смысле, если его сделают более-менее масштабным, а не таким экспериментальным, да, он в каком-то смысле будет вот похож на недетерминированную машину Тьюринга, какие алгоритмы он позволит выполнять вот так вот. Ладно. Что мы делаем? Значит, мы с вами будем сейчас разговаривать про сортировку, мою любимую сортировку, сортировку, нет, почти самую любимую, сортировка выбором. Итак, значит, мой любимый товарищ прапорщик, любимый товарищ прапорщик, кто будет плохо учиться, в армию пойдет. И вот у меня, соответственно, набрали в армию новобранцев, которые плохо сдали ИГ по информатике, да, и товарищ прапорщик учит их становиться строем, вот. А эти новобранцы все разного роста. Значит, давайте их сделаем. Этот у меня высоты, чуть-чуть поправим, вот так. Два, пять, три, один, четыре. Это их высоты. Мне необходимо отсортировать вот такой вот массив Ибн-список. Значит, тут стоит прапорщик. Чем характерны военные? Чем военные отличаются от людей? Они, как это, Жириновские, любят однозначность. Да, чтобы сразу было все однозначно, однозначно. Ну вот. Значит, что хочет прапорщик? Он хочет сразу иметь отсортированный кусок массива. Сразу отсортировывать. Там-там-пам-пам-пам-пам-пам-тек. Вот это рукав у него замечательный. Это его грудь широкая. Ремень со звездой. Замечательно. И штанцы. Замечательно. И рука вбок. С кулаком. Все. Значит, сей прапорщик замечательный хочет их упорядочить. Значит, для этого в самую первую позицию, у самой первой позиции индекс 0, 1, дальше 2, 3, 4. Вот сюда он хочет поставить самый маленький элемент. Обратите внимание, тогда, ну, то есть изначально он приходит и говорит, все плохо. Вот все плохо. Все стоят не по порядку. Все стоят не по порядку. Как ему обрести уверенность в том, что хоть где-то порядок. Для этого необходимо взять и вот в некотором, в некоторой области начать движение. И сказать, вот тут вот, вот чтобы тут у меня точно стоял тот, кто там однозначно до самого конца уже будет там стоять. Если я сортирую по возрастанию, ну, мы сейчас в качестве тренировки по возрастанию все время делаем, да? По нестрогому возрастанию. По возрастанию. И вот. Соответственно, мне необходимо найти просто минимальный элемент. Просто минимальный элемент. Как вы, наверное, помните, я вам рассказывал про, и мы не так давно повторяли, про поиск минимума и максимума, да? Что у нас как бы есть позиция M, на которой стоит некий текущий чемпион, скажем так, да? И приходит очередной элемент, чтобы с ним посоревноваться. А ну-ка я больше тебя, может мне тебя заменить надо, да? Но в случае, если мы ищем минимум, мы играем как бы в поддавки. Я говорю, если X меньше, чем M, тогда я встаю на твою позицию, да? Но обратите внимание, тут такая интересная история. Я того, кто раньше был максимум, тупо вышвыриваю, да? Я не имею права стирать элементы. То есть уж если я говорю, что вот эта вот штуковина, да, будет у меня, скажем так, позицией, в которую я хочу искать минимальный элемент, да? То есть у меня получается есть вот это вот самое место, куда будет вставать A от POS, да? Куда будет вставать, прошу прощения, минимум, будет называться A от... Ну, POS это некий счетчик индекса, да? Который будет указывать позицию, в которую сейчас прапорщик ставит самого низкого солдата, новобранца. Вот, понятно, да? И я не имею права стирать его, выкинуть просто так. Но у меня какой-то очередной И-тыщет. Вот И будет постепенно пробегать остальные значения, значит, надо каждого пробежать, да? И этот И должен пробежать, этот, 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 этот. Каждый должен посоревноваться, да? Не я ли являюсь самым маленьким, самым низеньким, да? Соответственно, у меня приходит не Иксовтый, да? Не Икстый, а А в позиции Ай. И если А в позиции Ай окажется лучшим кандидатом на минимальность, да? То они должны поменяться местами. Значит, это в результате будет выглядеть следующим образом. Я говорю, если А-итый оказался меньше, чем А-поз, а значит, поскольку я стартирую по возрастанию, то я именно того, кто лучше подходит, кого лучше выбрать в начало списка, да? Тогда я должен их поменять местами, того, кто был в позе, туда, а этого назад. Я могу это написать длинным кортежем, но простите, у меня тут на доске просто места может не хватить. Поэтому я сделаю через третью переменную. Тимпи equals A by I, A by I, соответственно, A и Т, соответственно, A в позиции поз, да? И в позицию поз я отправляю теперь содержимое временной переменной Тимпи, то бишь старое значение А-итого. Во. Еще лучше отпечатаем, чтобы прям хорошо было видать. Вот так. Ну, все видно, все понятно. Так. Но я должен это сделать для каждого И. И, да, для каждого И. Таким образом, получается, что мне это недостаточно сделать один раз, да? А мне нужно запустить цикл for, и I, да, должен пробежать в диапазоне, а теперь смотрите внимательно, начиная с следующей позиции после поз. Дело в том, что в самом начале у меня, помните, когда мы, в принципе, искали там минимум или максимум, там вставил вопрос, а кого поставить в самом начале в качестве этого как бы чучела, который в первом всегда сбросится, да? Или как-то индексировать, что там никого нет. И особенно была проблема, если, а вдруг у нас с фильтрацией, а тут и фильтрации не надо. А во-вторых, в A от поз уже какой-то элемент стоит. То есть там и так стоит кто-то, с кем мы будем сейчас соревноваться и сравнивать. Прекрасно, то есть мне не нужно и начинать с позиции поз. Зачем мне? Он сам будет соревноваться с собой, что ли? Безумие. Поэтому следующий элемент, который кандидат туда попасть, должен начинать со следующей позиции, с поз плюс 1. Ну, считая, что сейчас длина массива равна n, соответственно, по длину массива не включительно, потому что у меня для массива из 5 элементов последний индекс четверка. Ренч как раз, соответственно, пятый элемент брать, элемент с индексом 5 брать как раз не будет, да? n не включительно. Все ровно. Да, все у нас окей, да? Ровно проходим. Значит, что произойдет в результате вот такого сортирующего прохода? Это не сортировка пузырьком, да? В сортировке пузырьком там что-то как-то с кем-то поменялось. Ну да, в результате самый крупный элемент ускакал в конец. А здесь мы говорим четко, так, вот сюда. Я конкретно сюда сейчас хочу поставить самый маленький элемент. Поехали. Так, ты меньше? Ты ниже, чем он? Нет. А ты ниже, чем... Я вот схватился, я вот тыкаю, так, я сейчас вот сюда, я зацепился как бы, да, как прапора тут. Уперся, зацепился за вот эту позицию и смотрю. Вот сюда сейчас я ставлю самого низкого. А ты ниже, а ты ниже, а ты... Опа, он ниже. Я что делаю? Я их меняю местами, да? Меняю их местами. Да, ну я здесь тоже числа поменяю местами, фактически, да, вот. Ясно? Ты ниже? Нет. Вот он сортирующий проход. В результате этого прохода я обрел гарантию, что этот элемент 100% стоит на своей позиции. У меня есть после одной большой, как сказать, одного большого такого прохода, один элемент 100% стоит на своей позиции. Между прочим, двойка отправилась даже в более худшую позицию. Она была слева от тройки, четверки, пятерки, а она отправилась вправо. То есть, ну, не сказать, чтобы это совсем замечательно, но, тем не менее, гарантия некая возникла, да. Поэтому тот, кто стоит вот в этой уже отсортированной позиции, больше участвовать в сортировке не будет. Поэтому следующая позиция должна быть вот эта, вот эта, да. Вот эта должна быть следующая позиция. А Ай должен начинать свою пробежку с вот этого. То есть, я, как бы, получается, прапор цепляется, говорит, а теперь я сюда, да. Тут уже кто-то стоит замечательно, а ты ниже его, ниже, меняем местами, да. Меняем местами сразу. Три сюда, пять сюда. Да. Ай побежала дальше. А ты ниже его, ниже. И эти поменялись местами. Два сюда, три сюда. Ай еще побежала дальше, вот сюда. А ты ниже его, нет, все. И опять, раз мы из всех оставшихся, а это очень важно, чтобы не весь массив поучаствовал, да, в поиске минимума. Тогда каждый раз будет побеждать единица. Сюда она победит, потом сюда она встанет в качестве, потом она, в конце концов, в самый последний лимит встанет в качестве победителя, самого минимального. Поэтому мне очень важно, чтобы вот этот диапазон был написан правильно. Начиная с позиции поз плюс первой, соревнуются о том, кто там будет занимать позицию минимального. То есть только те, кто правее. Больше, то есть обязательно прапор должен больше не ходить в ту часть массива, которую он отсортировал. Именно по принципу, что мы выбрали уже все, у нас все однозначно, больше туда заглядывать не надо. Вот, получается, что мне вот этих сортирующих проходов нужно, то есть эта позиция поз должна пройти всевозможные состояния. Ну давайте пробежимся, вот просто вот вручную доделаем, да. Так, это у меня тот, который в позиции, в роста 2 сюда встал, да. Теперь эта позиция, хватаемся за вот эту позу равен 2. 0, 1, 2 теперь, да. Так, что у нас? Так, этот товарищ, этот товарищ, ты ниже его, ниже, меняем вас местами, да. Поменять, 3, 5. А ты ниже его, нет, не ниже. Ну, видите, такой получился маленький, коротенький такой цикл, тынц, тынц, все. Тем не менее, мы уверены в отсортированности этого элемента, да, мы закрыли. И у нас уже за 3 прохода, 3 элемента достоверно отсортировано. Дальше я спрашиваю, это поза, это поза, поза у меня сейчас указывает вот на этот элемент, да. И я спрашиваю, а ты ниже меня, да. Ниже. Поменялись местами. А, поменялись местами. Теперь смотрите, надо ли мне осуществлять 5-й проход? Надо ли мне говорить, что поз равен 4, n-1, да? Неа. Правее просто уже никого нету, ну смысла нету. Поэтому позиция поз должна пробежать значение, начиная от 0 до n-2 включительно. А вот i, между прочим, да, должен обязательно добегать до конца, до n-1 включительно, до n-2 включительно. Поэтому я, ой, а что ж я пишу-то вам на питоне? Ну, простите, пожалуйста, пишу на питоне уже, да, сейчас переделаем на плюсы. Простите, пожалуйста, уже привык. Значит, короче, сейчас перепишу на плюсы. Никто меня из вас не остановил, что это беспредел какой-то? А? Негодяи какие. Ладно. Давайте уже, раз начал на питоне, допишу на питоне и поправлю прямо на доске, а потом уже запишем туда. Вот. Значит, что мне нужно? Позицию поза, да, мне нужно пробегать, соответственно, в диапазоне, начиная от 0, да, до n-1. До n-1. Ну, вот так вот. Переделаем на плюсовый, никаких проблем. Что мне нужно? Чтобы поз начал от 0 добежал до n-1, не включительно. Скобка открывается, поз равно 0. Ну, да, мне нужно, чтобы такая переменная была, да, ну, тогда можно сделать int, прям здесь ее определить. Int поз равно 0, точка с запятой, поз меньше, чем n-1, ой, забыл. Точка с запятой, поз, что там, плюс-плюс, плохо видно. Поз меньше n-1, точка с запятой, поз, плюс-плюс, скобка закрылась. Второй цикл for. Теперь i бежит, начиная с позиции поз плюс 1. Int i. Начиная, это очень важно, начать с позиции поз плюс 1, а не от 0. Иначе алгоритм просто окажется поломанным. Так, до каких пор, пока i, ну, до самого конца, до упора, i меньше n. И, соответственно, i плюс-плюс, бежим вперед. Реально фигурные скобки здесь совершенно не обязательно, потому что внутри for только один for, внутри этого for только один if. Здесь вместо двоеточия будут скобищи. Здесь мне необходимы будут фигурные скобки, чтобы это дело обнять, и точки с запятой расставить. Ну, и переменная tmp должна существовать. Допустим, она есть. Я тут напишу auto. Все, она есть. Понятно? Ну, я надеюсь, самую логику вы ухватили. А если вы ухватили ее, то давайте это дело забьем, соответственно, и посмотрим на работу, что оно реально работает и как оно работает. Так. До свидания, сортировка обезьяны. Здравствуй, Котблокс. Так, давайте откроем то, что у нас было по... В каком у нас это было? В пятнадцатом уроке. Сортировка типа там бабл сорта. Там у нас вся инфраструктура была. Давайте и сохраним ее как? Сохранить как? Вот. Только в шестнадцатый урок. И, соответственно, назовем ее ChoiceSort. ChoiceSort. Значит, что у меня тут? Print. Проверка возрастающего порядка. Это я не меняю. Оставлю только вот это вот я сейчас поменяю. ChoiceSort. Ну и, собственно, она будет скорее похожа на Simplified BubbleSort. Поэтому я скорее вот это все просто удалю. И вот это вот оставлю. Вот так вот. ChoiceSort. Так. Значит, и здесь тоже отменим BubbleSort. Вместо него будем вызывать ChoiceSort. И PrintVector, который я введу. Введу вектор. Дальше ChoiceSort запустили. Распечатать вектор. Ну и проверить, как он там упорядочен. Нет. Ну вот, собственно, меня, как сказать, вся инфраструктура устраивает. Осталось только реальный алгоритм сюда внести. Значит, давайте сейчас я все это дело обнулю просто. Хотя оно очень похоже, но тем не менее. Значит, что у нас будет? Ну да, и Swap. Я воспользуюсь Swap так же, как оно было там. Значит, что мы будем делать? В чем отличие? Я пробегаюсь по позициям, начиная с начальной до N-1. Не включительно. Да, потому что последний проход, он будет вообще нулевой длины. Впрочем, если я вдруг забуду сделать вот здесь вот минус 1, это ничего страшного. Дальше позиция I. Должна начинать обязательно с поз плюс 1, иначе, еще раз говорю, просто сломается алгоритм. А мы можем проверить это дело. Возьмем и сломаем его, посмотрим. А вот добегать до самого конца. Да? До N, соответственно, не включительно. До N минус 1 включительно. Ну и бежим вперед, вправо. У меня соревнования, в отличие от соревнований пузырьком, когда я говорю, о, непорядок, надо исправлять, здесь по-другому. Я говорю, кто лучше? Ты и ты оказался лучше, чем тот, кто в позиции поз. Поз, да? Лучше по принципу ты меньше, да? Ты лучше подходишь как кандидат, да? Вот для того, чтобы оказаться в позиции поз. Тогда I топай туда. А тот, кто жил-был в позиции поз, отправляется в позицию I. Но проход на этом не завершается. Мы продолжаем идти дальше по элементам. Да, прапорщик дальше идет по стройу новобранцев. И смотрит, нет ли кого-то, кто еще лучше подходит для позиции поз. Потому что там теперь новый, ну, может быть, новый элемент, да? Короче, и он должен дотопать вот таким образом до конца. Так, что мы имеем сейчас? Сейчас, значит, у нас вот такая сортировочка. Давайте запустим и посмотрим на... Чего тебя не устраивает? Давай. Что-то его прям... Это самое... А, это я... Это я просто брейкпоинт. Я думал, это он ошибку высвечивает. Нет, это не ошибка. Итак, ну, слушайте, алгоритм... Вот он. Значит, вся инфраструктура сейчас, она такая же, как раньше. Поэтому я ее не буду сейчас повторять. Я просто пишу, сколько это элементов, да? И все. Отладочной печати нету. А жаль. Я посмотрел. Ну, давайте, не знаю, штук 10 элементов хотя бы забьем там. 9, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 7, 8, 10. Вот 10 элементов. Все. Видите, да? Давайте я сейчас скопирую вот это действие и сломаю целенаправленно, сломаю алгоритм. Если я вдруг забуду и напишу здесь, начиная от начала. В bubble sort это не ломало алгоритм. Ну, делаем, как сказать, не добегая до самого... Добегая до конца, не вычитая оттуда хвост. Ну, ничего страшного. Да, просто там лишний раз проверили, что там все в порядке и не нужны перестановки. А здесь не так. Здесь это все сломает. Соответственно, сейчас, если я введу вот так вот, то он каждый раз будет начинать сначала. Опа! У меня единичка, да? Причем она, кстати, не в последней оказалась в позиции. Почему? Ну, потому что она, вот этого товарища, он уже и не участвовал, собственно, да. Поэтому, что можно сказать, что у меня шафл какой-то вообще произошел, да. Какие-то элементы куда-то перебросились, куда-то передвинулись, что произошло вообще, понятно? Поэтому будьте осторожны, вот алгоритм, есть алгоритм, да, и в данном случае очень важно, чтобы прапорщик уже не заходил в тот кусок, где он уже поставил самых маленьких, самых низеньких, ясно? И тогда будет все окей. Ну, короче, я уже не буду перезапускать. На этом, собственно, алгоритм чейс-сорта закончен. Я его рассказал. Есть еще одна сортировка, и тоже мне ее будет красиво рассказать для прапорщика. Для прапорщика. Она, моя, наверное, из квадратичных, действительно самая любимая сортировка. Она называется сортировка вставкой. Сортировка вставкой. Как вы понимаете, новобранцы народ недрессированный. И на плац они выбегают не одновременно все сразу, а по очереди. И вот представьте себе, что у меня, ну, мне сейчас придется вот то, что там сейчас полностью стереть, оно потому что там оно будет по-другому все совсем записываться. И вот эту логику я сейчас тоже сотру. Так вот. Представьте себе, что на плац выбегает... Давайте ноги ему чуть-чуть укоротим. Они выбегают по одному. Вот прибежал некий первый. Просто взял и прибежал. Да? Больше никого нет. И этот прапорщик, он более мягкий. Ему главное, чтобы был текущий порядок. И он говорит, о, первый элемент прибежал. Ты уже отсортирован. Ты стоишь по росту. Это не значит, что этот человечек больше не будет двигаться. Понимаете? Да? Придет кто-то, кто его ниже, придется как-то пересортировывать. Да? Он говорит, ничего. Ничего. Вот я не буду дожидаться, пока они все придут. Если вы смотрели Гришковца, «Как я съел собаку». Не смотрели? Но он там рассказывает про свою службу на Дальнем Востоке, на флоте. Очень рекомендую. Замечательный спектакль. Евгений Гришковец «Как я съел собаку». Так вот. Он там рассказывает, что на разных кораблях была разная стратегия уборки снега. И на некоторых кораблях снег... Вот сколько он падает, столько и чистили палубу. Вот падает снег и продолжают чистить. А на других кораблях снег падает, палубу не чистят. И только когда снег закончился, вот тогда разгребаем все эти завалы. Вот сортировка выбором, она напоминает вот эту вторую стратегию, когда вот снег, что называется, вот упал, вот когда все вышли на плац. Вот тогда мы начнем сортировать уже. Вот сортировка вставкой, она именно такая, что, ребята, пришел очередной элемент, вставим его в уже отсортированный кусочек массива. Вот когда приходит первый элемент, ничего делать не надо. Но приходит следующий элемент. Слушайте, ну я даже не знаю, если честно, мне... Я троечку поставил, а может и нет. Сейчас, секундочку, я подумаю. Как я это сделаю? Значит, давайте сделаем, пускай троечка, пускай уже будет троечка. Значит, и после троечки вдруг раз и приходит... Двоечка. Двоечка. Двоечка приходит. Оп. Да. И я прапорщик говорит, оп, стоп, оп, стоп. Надо тебя вставить. Да. Надо тебя вставить. У меня есть отсортированный кусок массива. Мне надо тебя вставить. Как он это сделает? Он возьмет этого товарища за ухо и пойдет с ним налево вдоль строя. Да, он будет и говорит, так, соседний с тобой элемент. Обратите внимание, по сравнению с пузырьком, да, там движение шло вправо, да, мы как бы двигались вот от начала к концу, здесь нет. Он идет с ним к началу, к уже отсортированному куску массива в начале. Говорит так, а вдруг ты ниже его? Нет, если они вдруг одинакового роста, да, то ничего делать не надо. То есть, если они одинакового роста, то мы говорим, все, стоп, замечательно. Он будет двигаться с ним налево, да, проходить вдоль этого вот дела, пока тот, кто слева, выше ростом. Он говорит, ты выше ростом его. Оп, в смысле, ну ты ниже ростом того, кто слева. Тогда вас надо поменять местами. Понятна логика? Я сейчас пока не буду конкретизировать. Давайте сейчас вот просто посмотрим, поверим, что это вот так вот работает, да, и я сейчас цикл уже там команды пропишу чуть-чуть позже. И тут вдруг прибежал следующий, следующий прибежал встроиться. У него рост 5, да. Он говорит, так, хватаюсь за тебя за ухо, да, и говорю, так, я буду двигаться налево до тех пор, пока тот, кто слева, выше тебя ростом. Он говорит, ну, смотрю, не выше тебя ростом. Значит, то есть может оказаться, что вставка элемента не требует, по сути, ни одного сортирующего действия. Одна проверка и успокоились на этом. Понятно? Так, окей. А еще? Да? Ну, давайте вставим, прибежал еще один товарищ, прибежал еще один товарищ, и это будет 4. Прибежал еще один товарищ, это 4. 4, да. И четверка, соответственно, у меня вставляясь, очередной элемент, вставляясь в уже сортированный кусочек, обратите внимание, что получается у меня итерации, да, начались, по сути, с первого. То есть если уж я i буду считать этот текущий элемент, да, то мне нужно было начать с элемента с индексом 1, который вставлялся, двигаясь налево. Да? Вот. То есть у меня пока что произошло таких 3 сортирующих прохода с солдатом за ухо. И вот я беру этого солдата за ухо и говорю, пока тот, кто слева выше тебя ростом, тот, кто слева выше тебя ростом, да, ну тогда поменять вас местами. Обратите еще внимание кое на что, да, мне надо продолжить движение вместе с этим товарищем. пока тот, кто слева от тебя выше тебя ростом, двигаемся налево. Это уже неправда, поэтому дальше можно не двигаться. Да? Но тут прибежал еще один товарищ, и он оказался самым низеньким. И вот тут очень интересный момент сейчас произойдет. Да? Самый интересный, наверное, момент произойдет. Мы спрашиваем. А вот я берусь за него, да, говорю, ты, ну условно, ты и ты, да. Ты и ты элемент, да. Я говорю, пока тот, кто слева от тебя, ниже тебя ростом, да, поменять вас местами. Соответственно, они уступают, и этот товарищ двигается налево. Так, я тут забыл немножко числа переписать, но я уже перепишу их вот так, да. Пока тот, кто слева выше тебя ростом, он слева выше ростом, меняем местами, этот подвинулся, уступил место этому. И И должно, как видите, ехать налево. И должно ехать налево. Принцип, пока тот, кто слева, выше тебя ростом. Тот, кто слева, это кто? Тот, кто слева, имеет индекс А, И минус первый. Я имею индекс, ну в смысле, не я, а солдат, которого прапор ведет, да, имеет какой индекс? И ты. Тот, кто слева, выше тебя ростом. Так, что надо делать в этом случае? Двигаться налево. Двигаться налево, это что по сути? I минус равно 1, ну или I минус минус, да. Ну я лучше так запишу. То есть это требование, условие, да, а это действие. И это по сути while такой получается, да. Ну-ка давайте-ка прогоним этот while немножко еще до конца, да. Тот, кто слева, ниже ростом, да, ок, поменяли. И подвинулась налево, I указывает на элемент с индексом 1. Пока тот, кто слева, ниже ростом, поменять. I начинает указывать на 0. А теперь, внимание, подставляем I равное 0. 0 минус 1 больше A нулевого. Дело в том, что вы же понимаете, мы когда мы с массивами начали разбираться, я же вроде бы объяснял вам, да, что массивы, да, по сути, вектора в C++ не проверяют память отчетливо, там, что там, какой индекс, они вот реально попытаются туда попасть. То есть, вектор это еще объект, а вот чистые массивы. То есть, мы, короче, выйдем за границы массива и попадем в чужую память, да. Ну, в худшем случае. Вообще может страшно произойти. Мы можем начать продолжать движение туда дальше, дальше, дальше и меньше, и меньше. Вдруг, да. И можно вообще скомпрометировать программу. Поэтому мне очень важно остановиться. Слева должен кто-то быть. Я не имею права лезть вот сюда, если I минус 1 уже меньше нуля. Поэтому первое главное I должно быть больше нуля. Это должно проверяться даже до того, как я начну проверять тот, кто слева выше тебе рост. Подождите, слева вообще кто-то есть, и при этом он. И тут мне помогает ленивость оператора I. Помните? Ленивый I. Да? Ленивый I вначале вычисляет первую часть. То есть, я сделаю вот этот while, скажу. Пока. Так, сейчас, секундочку. Пока. Да? I больше нуля. И, ну, я вот это дело оставлю как есть, я не буду уже пытаться это в одну строчку вписать. Да? Поехали. Двигаемся влево. Операция внутри цикла одна, а условия достаточно сложные. Ну и, конечно, мне это надо делать с каждым, как вы помните, да, так нужно каждого приходящего очередного, кроме первого. То есть, первый, который находился в позиции 0, его трогать не надо. То есть, сами позиции меня надо перебирать, начиная с позиции 1 до позиции N-1 включительно. Ну, то есть, до N не включительно. Давайте реализуем, соответственно, алгоритм сортировки вставкой. Итак, так, сохраним как. Сохраним как. Это у нас insert, insert, sort. Эй, ну, замени, пожалуйста. Ой, replace, yes, удалось. Replace with insert. Соответственно, и давай. Replace all. Ну, два раза, но тем не менее. Так, что я хотел еще? На самом деле, мне было бы интересно посмотреть на отладочную печать. Она у меня там отсутствует. Да, я же не реализовал insert, sort. Это пока неправда. Все, что тут написано, неправда. Давайте выкинем и напишем ее заново. Напишем правдивую, настоящую сортировку вставки. Итак, смотрите. Мне необходимо перебирать позиции, да, начиная с первой, да, до энтой не включительно. То есть это те, кого я собираюсь, собственно, вставлять, вставляемые элементы. Да. Да, здесь мне придется сделать этот самый скобочки, потому что у меня вот здесь будет цикл while сейчас. Слушайте, для тебя уменьшусь немножко. Вот. Значит, что мы сделаем? Первое. Нужно в i сказать. Я вот с этой позиции начинаю. Очень важно помнить вообще, на какой позиции мы находимся. Мы же не в дурака играем, понимаете, что ай убежит к нулю, а потом я буду вспоминать, а где же я был, какой элемент сейчас вставлялся. У меня реально-то массив а, он как бы уже вроде бы весь есть, да. Я просто не пользуюсь тем, что они все уже есть. Я их вставляю, добавляю постепенно. Но реально прикольно то, что сортировка вставки позволяет поддерживать, по мере поступления данных, позволяет поддерживать эти данные в отсортированном виде. Кое-чем это должно вам напомнить поиск двух, трех, четырех максимумов за один проход. Помните? По сути, я, если я вам это дело напоминал, рассказывал вот там, сколько у нас было, это два занятия, по-моему, назад, до сортировок, то это чем-то напоминает сортировку вставкой. Я вначале соревнуюсь с самым маленьким, слабым из чемпионов, да, а потом пересортировываю этих чемпионов, соответственно, этот новоявленный, самый слабенький, типа самый слабенький чемпион поднимается по лестнице и, может быть, свопается с ними. Да, вот это очень похоже. Ладно, я в данном случае хочу чего? Я хочу на самом деле, чтобы у меня i пробежал от позиции поз до начала, ну, самое начало как раз меня не устраивает, да, то есть пока i больше нуля, да, и при этом, причем очень важно, что этот и ленивый, потому что иначе я реально доступлюсь к минус первому элементу. Так вот, пока i больше нуля, то есть пока слева кто-то есть, и при этом тот, кто слева выше меня роста, если он равен, то не надо переставлять, и единственное действие, которое надо делать в цикле, это i минус равно 1, ну, или i минус минус. Я буду делать так, чтобы это универсально было как под плюсы, так и под пайтом. Окей, да? Ну и, что мне надо делать? Отладочную печать. Да? Отладочная печать. По-моему, так. Как говорил Винни-Пух. Да? По-моему, так. Сейчас я вот глазками так пробегусь, на всякий случай. Не заглючило меня. Кажется, меня не заглючило. Так, опять не то нажал. i равно... Ну, конечно, я забыл ввести переменную i, конечно, мне нужно создать такую переменную, она должна быть целочисленной. Окей, поехали. И, о, прекрасно, у меня моя сортировка, ну, в смысле, все скомпилировалось. Итак, давайте что-нибудь. 10, 8, 9, 4, 3, 5, 7, 6, 1, 2. Отладочная печать. Обратите внимание. Что? Not ascending. Фигня какая-то. Я своп забыл. А я смотрю так глазами, что-то мне не нравится. А я тупо двигаюсь налево. Подождите, мне же нужно менять их местами, елки-палки. Ну, какой же я глупенький. Надо перед тем, как я i понижу, вот этих двух товарищей, которые оказались в неправильном порядке, свопнуть. Своп вот этого и вот этого, того, кто слева и того, кто текущий. Во, вот теперь норм. Все, вот теперь я его узнаю. А я думаю, что-то не так. Что-то он слишком уж простоват. Еще разок давайте. Ой, не то. Ой, что-то он не то. Вот так вот, да? Ага. Вот так вот. Окей, вау. А теперь внимание, смотрите. Что происходит у нас? Что происходит? Вот начальное состояние. Я говорю, дай-ка я вставлю восьмерку. Восьмерка вставка. Все остальные стояли и были вообще не тронуты. Их не затрагивало. Потом, соответственно, следующей вставке была подвергнута девятка. Она дошла до сих. Потом следующей вставке должна была быть подвергнута единичка. Она добежала до конца. И она, между прочим, остановилась именно по причине, что слева больше никого нет. Кстати, восьмерка тоже по той же причине остановилась. Что слева просто уже никого нет. Потом четверка была благополучно вставлена. Потом шестерка нашла свое место. Потом пятерка нашла свое место. Потом двойка, да? Потом кто там? Что там? Тройка, да? Нашла свое место. И семерка нашла свое место. Ну и финальная распечатка, она уже вне функции, уже не отладочная. И проверка, вау, все круто, возрастающий порядок. Вот так устроена сортировка вставкой. Слушайте. Я специально рассказывал вам двоичный поиск в массиве, в отсортированном, до сортировок. Потому что может возникать такой закономерный вопрос. А нафига? Зачем вообще нужна сортировка? Ладно, есть разные алгоритмы. Ладно, на них можно там асимптотики разные просматривать и проверить. А вообще зачем сортировать? Ответ такой. Представьте себе, что массив, ну как некая база данных, что ли, да? И нам надо к этим элементам обращаться. Есть такой элемент, нет такого элемента, да? Находить их. Ну, мы берем, сортируем их. И после этого скорость поиска, она равна, ну если говорить языком старшероклассников, логарифмам по основанию 2 от количества элементов. Ну или, соответственно, 2 в степени количества операций равно количеству элементов. Ну короче, очень быстро ищет. Очень быстро. Для 1024 элементов, для 1023 элементов, двоичный поиск будет находить за, там, 10 операций. Понятно? Это очень эффективно. То есть, если нам нужно по базе данных многократный поиск, ну кажется, зачем нам тратить n квадрат операций, если нам достаточно найти элемент. Ну, пробегись за линейное время и найдешь его. А если мне надо все время эти операции поиска, раз, два, три, все время надо искать, ну тогда извините, да? Тогда приходится оценить и задуматься. А уж действительно, не отсортировать ли мне элементы, чтобы потом в уже отсортированном, подготовленном массиве быстро отвечать на этот вопрос. А есть у меня такой, а нет у меня такого. А вот он у меня. Понятно логика, да? Но есть еще одна штука, про которую я вам сегодня расскажу. И для которой сортировка, ну, она не обязательно, есть другие способы, если честно. Но именно на уровень школьников, а уж тем более восьмого класса, она очень нужна. Именно при помощи сортировки мы можем найти медиану. Речь не про геометрию. Речь про математическую статистику. Давайте кратенько про статистику. Что? Шерединный элемент, что ли, или как? Абсолютно верно. Но я вначале хочу донести смысл, а потом уже его это... Так вот я к чему? Что сортировка вставкой позволяет отвечать на вопрос о медиане непрерывно в течение поступления новых чисел. То есть мы, ну, естественно, нам придется запоминать все числа, да, но мы прям вот считываем очередное число, да, нам нужно его добавить будет в наш вектор, там, пушбэкнуть, да. Ну, мы его пушбэкнем и сортернем, и из середины этого вектора просто, вот она медиана. Ну, надо сказать, сейчас я объясню еще раз. Мне хочется вначале объяснить, что это такое с точки зрения математической статистики, почему это важно. Представим себе, что в некотором трудовом коллективе, в некотором трудовом коллективе, в некоторой стране, нам работает 10 человек. Вот. И у этих 10 человек разная зарплата. Соответственно, есть разные зарплаты. Есть директор. Есть директор сего заведения, да, он один. Он получает зарплату 100 долларов. Смешно, да? Ладно, 1000 долларов. Значит, у нас есть, соответственно, его зам, который получает зарплату 500 долларов. Нечего заму жаровать. Он не директор. Да? Есть секретарь. Есть секретарь, который получает один секретарь, да? Который получает зарплату 100 долларов. Да? И есть еще рядовые работники, да, которые получают зарплату, значит, сейчас я некоторых разных их, и разная у них зарплата, да, разная зарплата у них, у кого-то такая, у кого-то сякая. Какие-то у них зарплата у них зарплата тут есть, да? Сейчас зарплату напишу. Там, ну, условно, там, старшие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, средние и младшие. Ну, как, или там, врачи, да, это там, врачи высшей квалификации, средние квалификации и медсестры. Вот, ну, и, соответственно, зарплата у этих товарищей, там, не знаю, у этих будет зарплата, там, не знаю, по 50, у этих по 30, да, а у этих вообще десятка, там, 10 баксов. Понятно? Ну, я баксы сотру, вот, условных единиц. Понятно, да? У меня возникает некое статистическое распределение. На самом деле, если я сейчас вот этих вот товарищей распределю на вот таком вот, как сказать, на вот такой вот шкале, на которой отмечу 1000, да, соответственно, сотен. Слушайте, ну, может, я с десяткой изогнул, как сказать, ладно. А то мне рисовать особо будет некуда. Это, ладно, не знаю, пускай будет. 15. Их как раз два, так что ровненько ляжет. Окей. Значит, что у меня получается? Что 1000 у меня зарабатывает 1, да. Дальше пустота, пустота, пустота. Так, 500. Это 1. Они заодно, эти мордочки, у меня высоту будут обеспечивать, высоту этого столбца. Дальше на сотне, сотня она у меня где-то здесь, да, на сотне. У меня 2, нет, 1, да, секретарь у меня 1. Так. Значит, дальше у меня 50, 50. Это у меня 3. Высота такая, пум, пум, пум. Так. И что там у меня? У меня еще 30-ник, тут 2 мордочки, да, 30-ник. И 20, 15, прошу прощения, да, 15 и еще 2 мордочки. То есть, если я для таких, а такие распределения встречаются и в физике, и в реальной жизни. Так, как у нас, что называется, вот молекулы с разными скоростями. Ну, есть какая-то очень быстрая молекула по какой-то причине, да. Вот. Так вот, есть в статистике такая вещь, как среднее арифметическое. Ну, со средним арифметическим вы знакомы, да. Что нужно сделать, чтобы посчитать среднее арифметическое, да. Мне нужно взять, да, умножить на количество этих товарищей, да. Здесь сколько этих было у меня? Трое старших, двое младших, двое средних, двое младших, да. О, окей. И что у меня получается? Так, считаем. Тысяча плюс пятьсот плюс сто. Плохо пишет. Еще раз. Тысяча плюс пятьсот плюс сто. Пятьдесят умножить на три плюс сто пятьдесят. Что там у меня? Плюс еще, ну, по сути, плюс девяносто. То есть у меня плюс, соответственно, плюс шестьдесят плюс еще тридцать. Окей. Итого у меня что получается? Тысяча шестьсот, тысяча семьсот пятьдесят, тысяча восемьсот сорок. Тысяча восемьсот сорок. Да? Это всего, как бы у меня, как это, энергии запасено в молекулах, да, если бы это было десять молекул, ну, или всего суммарный бюджет на зарплаты, который тратится, да. У меня всего десять этих, десять работников. Сколько у меня получается средняя зарплата? То есть это сумма. Соответственно, следовательно, средняя у меня получается разделить на десять. Да? Сто восемьдесят четыре. Да? И, соответственно, что? Директор данного заведения может отчитываться в отчетах. Наша средняя зарплата сто восемьдесят четыре доллара. Та-да-да-дам! Мы выполнили... Мы выполнили мартовские указы нашего министра. Понятно? Поняли, да, логику? То есть смысл в том, что для... Я вам отображу. То есть среднее значение находится где-то тут. О! Это нормально? Это как-то характеризует вообще вот эту ситуацию. Да? Если среднее... Это математически абсолютно четко. Среднее значение находится здесь. Да? Я могу дисперсию посчитать. Она будет большой. Но тем не менее. Да? Вот ощущение того, что среднее высокое, оно такое. А есть другой принцип. А давайте в каком-то смысле возьмем самого типичного. Есть разный способ взять самого типичного. Можно просто взять, как сказать, столбец, в котором у нас будет больше всего этих самых ученых. Вот у нас... Вот здесь вот больше всего... О! Вот я посмотрю. Значит, я говорю, самая часто выдаваемая зарплата 50 долларов. Но на самом деле может оказаться, что... Ну, может так я вот сюда перемещу сюда этого товарища. Ну, и там, не знаю, этого еще добавлю сюда. Может оказаться, что самая частая выдаваемая зарплата, она как бы вообще окажется вот здесь. Да? Там много этих младших. Вот. Причем, как вы понимаете, кстати, на средней зарплате сейчас это не скажется. Да? То есть, если я вот этим всем товарищам зарплату чуть не в ноль закину, да? То у меня от этого сумма сильно не уменьшится и средняя зарплата сильно не упадет. Поэтому, как сказать, те, кто мало получают, да, они... Только количество этих человек влияет. А чтобы повысить среднюю зарплату, надо что? Ну, уволить кого-нибудь. Причем совершенно не обязательно увольнять тех, у кого зарплата самая низкая. Давайте вот этих вот товарищей уволим. И у меня средняя еще правее поползет. Ладно. Я что хочу сказать. Вот есть другой принцип. Давайте все зарплаты упорядочим по порядку. То есть, мы, что называется, возьмем и вот этих людей выстроим. То есть, это гистограмма, да? А давайте вот фактически вот этих людей просто именно что... Вот расставим по порядку, строим. Да? Расставим их всех, строим. И упорядочим по возрастанию зарплаты. Что у меня получится? У меня получится, что здесь зарплата 15. Здесь 15. Здесь 30. 30. Да? Дальше. Трое с зарплатой 50. 50. 50. Дальше. У меня идут еще трое, значит, у которых зарплата 100, 500 и 1000. 100, 500 и 1000. И вот мы берем, стреляем в середину вот этого строя, хватаемся за кого-то, кто в центре. На самом деле здесь есть проблема. У меня ровно 10 элементов, и у меня нет их четное число. Поэтому у меня ровно в середине, в каком-то смысле, никого нету. Ой, я неправильно взял. Надо было вот этих двоих взять. Вот они, вот эти два товарища, да? Они у меня стоят посередине. То есть, медиана, это получается такое число, да? Меньше которого n пополам элементов. Ну, точнее, меньше либо равно, да? И, ну, ладно. Число, которое поставив в серединку, да, мы вот... Ну, короче, серединный элемент. Правильно сказал Володя, по-моему, да? Короче. Но если их там вдруг два, то тогда мы берем оба и берем просто их среднее арифметическое. Ну, в данном случае оно 50. Понятно? И это действительно довольно хорошо отражает суть того, что происходит. Да? Поэтому в статистике, кроме среднего значения, используют еще и медиану. Ну, есть еще и другие характеристики. Но это уже мы оставим. Слушайте, я не буду сегодня писать алгоритм, в котором мы будем медиану искать. Я думаю, что мы это дело оставим. Да? А задачу поиска медианы я с удовольствием оставлю вам на дом. Давайте я сформулирую ее. У нас в первой строке поступает количество последующих чисел. Ну, эти числа, можете считать, что это зарплата. И количество работников может быть, в принципе, большим, но хранимым в памяти. Мы можем хранить в памяти все эти зарплаты. И вот прямо в процессе того, как только мы считываем очередную зарплату, они будут каждая в отдельной строке, я тут же синхронно должен распечатать текущую медиану. Как это сделать? При помощи сортировки вставкой. То есть нужно каждый раз вставлять. Вот еще один новый элемент. Пушбэк его в вектор. И сортировка вставкой в этом случае будет делать один проход. То есть это не будет что-то страшное. Один проход, только один элемент, потому что мы будем поддерживать массив в уже отсортированном виде. И просто распечатать срединный элемент. Если нечетное количество элементов, то просто. n пополам ты элемент. Если у меня три элемента, то получится n равно 3. n пополам это у меня с отбрасыванием остатка 1. Значит у меня получается как раз вот он. А если их четное число, например, 4n пополам, это у меня 2. И меня интересует соответственно элемент с индексом 2 и элемент с индексом 1. То есть там разное. Их нужно просуммировать и взять среднеарифметическое. Понятно? Ну вот так вот. Попробуйте сделать обработку, поиск медианы именно по ходу дела. Чтобы мы многократно, каждый раз печатали медиану. Один элемент пришел, он и есть медиана. Второй элемент пришел. Медиана это среднеарифметическое этих двух. Третий элемент пришел. Соответственно их в отсортированном порядке, но тот, который в серединке и так далее. Ладно. На этом теоретическая часть нашего занятия закончена. Всем вольнослушателям до свидания. Так, а вы пока еще, школьнички мои, останьтесь. Субтитры сделал DimaTorzok